КОНЕЦ Уходят те суровые годы, а память чаще и чаще возвращает меня к боевым товарищам, дерзким и храбрым хлопцам и девчатам, с которыми делил последний сухарь и щепоть мохорки. С кем прошел я сквозь вражеские тылы по правобережной Украине, по Лесью, Карпатам? С кем вышел я в последний наш рейд от Буга до Вислы? В моей памяти они всегда молоды и необычны. Да они действительно были такими, рядом с голодом и смертью, до последнего умели сберечь в себе запас человечности и доброты. КОНЕЦ КОНЕЦ Раненый Ковбак был вынужден остаться на Большой земле. И возглавить соединение доверили мне. с волнением поехала получать новое задание штаб 1-го Украинского фронта. КОНЕЦ КОНЕЦ Да, рейд этот будет нелегким. Во всяком случае, не легче вашего Карпатского. Действовать придется в очень плотных вражеских тылах. Понятно. Усадитесь. С военной точки зрения мы вас рассматриваем как небывалую помощи диверсионно-разведывательную группу. Будете нарушать коммуникации противника, уничтожать тыловые войска, не рассеять панику, а главное, самое главное, сообщать нам разведданные, освещать тылы противника на всю их глубину. Ясно, товарищ генерал. У вас есть ко мне вопросы? Разрешите. Вот вы будете наступать, а мы, стало быть, будем уходить глубже. Да. И окажемся на польской границе. Куда же идти дальше? Видите ли, тут начинается большая политика. И связана она с открытием второго фронта. Черчилль медлит. Он ищет предлог для проволочек. А в Лондоне буржуазное правительство Польши. Не воспользуется ли он вашим внезапным появлением впереди армии? Словом, этот вопрос нужно решать не со мной. А с кем? С Центральным комитетом. Значит, вы хотите, чтобы я тут же, немедленно, дал вам разрешение идти в Польшу? Не могу. Что еще? Да. О комиссаре. Комиссара я вам предлагать не стану. Кадр у вас хороший, проверенный в боях. Сам убедился в этом. Вот среди них и поищите комиссара. Думаю, это будет правильно, со всех точек зрения. Вот. А вот это возьмите и передайте вашему будущему комиссару. Здесь ответы на многие вопросы. На мой тоже? На ваш. На ваш, товарищ Вершигара. Вот. Спрячьте понадежней. Вскройте, когда подойдете к границе. И возникнет необходимость решать, переходить границу или нет. А разве у нас есть другой путь? На Берлин. В конце ноября 43-го года боевое пополнение, состоящее главным образом из вернувшихся из госпиталя ковпаковцев и других бывалых партизан, двинулось на север Житомирщины в леса, где воевало основное соединение. Кроме пакета секретаря ЦК, я вез с собой неразлучный фотоаппарат и в нарушение правил записную книжку. Тогда я понял, что попытаюсь когда-нибудь, если останусь жив, рассказать о своих необыкновенных товарищах. И уже стало обозначаться сначала нечетко название книги о людях с чистой совестью. Товарищи ковпаковцы и вновь прибывшие! Все вы в нашей партизанской семье. Я хочу предупредить тех, кто прибыл к нам недавно. Пойдем мы далеко. Будет очень трудно. Будут раны. Будет голод. Будет холод. Будет смерть. Но что бы там ни было, воевать прошу весело, шиком и отвагой. Это стиль такой у ковпаковцев. Об остальном вам расскажут ваши командиры. Здравствуйте. Петр Петрович, разрешите доложить? Прибыл за вами с транспортом. Кони рысаки, вот только с рогами. 399 рогов. Короче, сто повозок, один волл однорогий. Дедова школа. Здравствуйте, знакомьтесь. Капитан Роберт Крейн. Начальник главы разведки, капитан Береговой. Вам вместе работать, капитаны. На этом будем переходить линии фронта. Времени в обрез, на лошадей полностью не надеемся. На грузовиках лесом не пройдешь. И гудеть там нельзя, а вот мычать можно. Между прочим, испытанный транспорт. Деды на нем в Крым ездили, и ничего, с солью возвращались. Иди-иди. Петр Петрович. Да. Зайца обнаружили. Прятался среди ящиков. Зачем прятался? Да ковпака хочу. Что мне, в тылу сидеть, что ли? А кто ты такой? Подрывник. Из Черниговского соединения. Я Вася Коробко. Коробко? Здрасте. Так, Коробко ж погиб. Чего погиб? Взрывом шарахнуло, в Киеве отлежался. Шарахнуло. А тут скажи мне быстро, какой зазор ты дашь перед эшелоном, если впереди идет платформа с песком, живо, ну? Ну? Какая платформа? Пульмановская? Ну? Паровоз немецкий, хашка? Ну? Значит, платформа тонн на сорок, а паровоз на девяносто. А насыпь какая? Гравий. Миллиметров двенадцать рискну. Паровоз вдавит. Молодец. Тоже, видать, подрывник. Закуривай. О! Коробко. Ну, Казбек? Казбек. А мне можно? Молодец. 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 Петчук. Зачислить зайца, поставить на довольствие. Вы знаете, коллега, я очень рад, что наконец могу сдать вам санчасть. К чему? Устал. И к тому же я, извините, не хирург, я терапевт. А как вы попали, партизаны? О, это очень любопытная история. Ковпак подобрал нас по дороге в Карпаты. Он спас весь наш штабор беженцев. Но в тот же вечер я и стал доктор Зима по милости Ковпака. Ну да, или вот так. Ковпаковский хирург, так сказать. Никола. Надо посоветоваться. Понимаешь, комиссар нужен. ЦК мог бы прислать человека из Киева. Но решили, что свой лучше. Конечно, лучше. Ну вот. Я и хочу предложить тебе. Правильно. Мне? Да что вы, Петро Петрович. Как же можно мне после Руднева? Да нет, что вы. Боюешь ты хорошо, Микола. Хлопцы к тебе с доверием относятся. Голова у тебя светлая. Политруком батареи был. Дело знакомое. Нет, не сумею. Как вспомню Руднева. Нет. Не дотянуться мне до него и близко. Это же речи говорить. Выступать надо, Микола. Но ведь не только слова слушать буду. Человека. Но я же простой артиллерист, Петро Петрович. А я кто? Простой кинорежиссер. Ну, не хочешь не надо, черт с тобой. Что-то я вас, Петро Петрович, не пойму. Знаешь что, будешь моим замполитом, как в армии сейчас. Моим заместителем по поличасти. Замполитом? Ну что ж, это можно попробовать. Попробуй, Микола. Попробуй. Попробуй, Микола. Ура-у... Ура-у, truly сказать. Газок. Надеюсь, что шли и зеленый. Оно? Скоро мы будем линию фронта переходить. Как ты думаешь? Уже перешли. Уже? Тут в лесах у немцев дырка. Битый уже фашист. Ранный. Красная армия продолжала мощное наступление. Фашистская военная машина трещала под ее ударами. Мы действительно ощущали себя глубокой разведкой. Маленьким отрядом, заброшенным большой землей в тыл противника. За два месяца наше соединение прошло с боями сотни километров по Волыни, Ровенщине, Львовщине. Одновременно разосланные во все стороны диверсионные и разведывательные группы собирали сведения о противнике, сеяли панику, сбивали со следу карателей. Перерезали железную норогу Шепетовка ровно-мильно под Столиной. Ведем бои с фашистскими гарнизонами и бандеровцами. Дальняя разведка сообщает о передвижении, переформированной после боев под Житомиром. Четвертая панка. Пленные подтверждают переброску двух танковых дивизий из-под Витебска к Умани. Отмечено передвижение в район Тернополя, Проскурова и Львова подразделений 6-й танковой дивизии, а также 58-й пехотной дивизии из района Умани и Луцка. В боях уничтожили до 400 гитлеровцев. Вывели из строя участок железной дороги Ромно-Дубно. Уничтожили 12 эшелонов, 8 мостов. Полностью вывели из строя железнодорожные магистрали вокруг Львова. Узел парализован минимум на 5 суток. Особенно много эшелонов скопилось в районе Подзамчево. Товарищ командир, еще сообщение. Отмечено передвижение в район Тернополя, Львова и Проскурова подразделений 6-й танковой дивизии, а из района Умани и Луцка 68-й пехотной. Вот. Что вы думаете, друзья мои? Похоже, Петр Петрович, что мы оказались в самой гуще оперативных тылов Манштейна. Никакого простора для маневра. Ясно. Это так. Один путь. Какой? Будто вы не знаете. В Польшу. Другого выхода нет. Вызывай командиров. Будем решать. Друзья, противник намерен бросить на нас часть армейского резерва. Несколько подразделений 6-й танковой дивизии и 68-й пехотной дивизии. Здесь, на Львовщине и Волыне, много дорог. Все нам не перерезать. На север и юго-восток нам не прорваться. Остается один путь. Дорога на запад. Через границу на Польшу. Там леса, вроде бы, просторно. А что там нас еще ожидает? Какая ловушка? Черт его знает. Группа оттуда возвращается. Отношения хорошие. Считаю, время настало. При подходе к нашей границе помнить об освободительной миссии Советского Союза. Действовать самостоятельно, сообразно. обстановке и совести советского гражданина. Составляй, Вайтенг, приказ о походе. Есть другие мнения? Нет. Пойдем в Польшу. Хочу с вами немного побеседовать, доктор. А вас, конечно, интересует, в первую очередь, моя биография, да? Нет. Меня интересует, какие вы знаете языки. А, пожалуйста. Я знаю немецкий, венгерский, украинский, белорусский, чешский, словацкий, еврейский, румынский, польский и еще несколько языков. Они, наверное, не имеют значения. Вот, 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 вот. Польский. Польский. Так вы, наверное, и Польшу неплохо знаете. Польшу? Бардзо добже знам польска. Чем я польска ест, бардзо ми добже знана. Очень хорошо знаю. А не могли бы вы какое-то время, ну, как бы это сказать, ну, побыть наркомом иностранных дел при замполите? Министром. Да. При замполите. Ну что ж, хорошо. И знаете, что я вам скажу для начала? Это очень важно. И вы, советские, можете сразу это не понять, не ощутить. Вы очень мало уделяете внимание деньгам. А там, за границей, это имеет большое значение. Придется за все платить, за фураж, за питание для людей, за все. Вы меня понимаете? Понимаю. Петро Петрович, на днемке хочу семинар провести. Семинар? По марксизму. Микола, мы в походе. В Польшу вступаем. То-то и оно. Страна ж буржуазная. Буржуазная. Цаки, сложности, влияния. Вот и семинар нужен. Мысли есть. Может, университет откроешь. Вот, Петро Петрович. Вы меня в замполиты уговаривали? Уговаривали. А я вам про свои недостатки докладывал? Докладывал. А теперь семинар нужен. Мысли есть. Вот. Вы мне вот эти книги дали? Дали. А мы с собой лишнего не носим. Оно ж как снаряд весит, а снарядом можно танк уничтожить. Значит, и это надо. Вот я и читаю. Читаю и думаю. Хорошо, Микола. Давай. Давай семинар. Вычитал я, товарищи, в философском словаре такое изречение. Вот, послушайте. Коллективизм есть принцип общественной жизни и деятельности людей, противоположный индивидуализму. Ясно? Ясно. Основные требования, вытекающие из принципа коллективизма в отношениях между людьми при социализме. Двоеточие. Товарищеская взаимопомощь, осознание выполнения долга перед обществом и уважение коллектива и его решений. Смотрите же, чтоб пример ваш и в Польше оставался безупречным. Идейно и лично. Я призываю вас беречь свой авторитет командирский, чтоб был он у вас не только среди партизан, но и чтоб среди польского населения безупречным. Ну, про внешние виды дисциплины я не говорю. Погоны, чтоб подвратнички чистые и прочее реквизировать, если что-то там, или рвануть, оно, конечно, может. Но... Но только имущество фашистской армии. Все остальное за деньги. И за большие деньги. Как у Карла Маркса. Деньги, товар, деньги. А где ж их взят? Федчук докладывал, что в нашей кассе всего 40 злотых. Ну, это примерно так. На две курицы с тремя яйцами. Вот тут, сразу за границей, будет городок... Цешанов. Цешанов. В нем немецкий банк, финансирующий частные предприятия, работающие на армию и на колонистов. Ну, так что, замполит? Можем мы получить кредит? В том немецком банке. На финансирование нашего предприятия. Думаю, да. Ну, порядок. Только надо еще что-нибудь такое полностью военное. Да так, чтобы гром пошел вокруг. А то скажут, что мы специалисты по банкам. Петр Петрович, а там же гарнизон какой и дом отдыха. Для офицеров, фронтовиков. Разгромим гарнизон. И никто не скажет, что только по банкам. Вот это дело, глянусь мамой. Ну что ж, Микола, продолжай семинар. Да вроде бы все. Разве, может, у кого-нибудь есть вопросы по теории там или практике? Ясно. Ясно. Все понятно. Ну, тогда в связи с выступлением в поход семинар по марксизму-ленинизму считаю закрытым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кем я только не работал и фотокорреспондентом и художником и даже жонглером в цирке Шутник-то, Дубинин. А вот по сейфам приходится работать первый раз. Тут вот что главное. Так. Главное, чтобы это не превратилось во вредную привычку. Смотри, Дубинин, менер ошибается только один раз. Это точно. Ты правильно сказал. Давай лучше выйдем. Согласен. На свежий воздух. Ну что, порядок? Порядок? Порядок. Мне кажется, что эти деньги скоро должны выйти из обращения. Пора их тратить. Даже на деньги не похоже. Тьфу, мусор. Красные партизаны это спичка в бочке с порохом. Они нападают на наши гарнизоны и исчезают в лесах. Кучера, вы говорили, что Польша наводнена вашими агентами. Где же он, этот кавпак? Где его искать? Колонисты бегут из Люблинского воеводства. Совершены нападения на гарнизоны в Цешанове и Новом Люблинце. Кроме того, партизаны захватили Тарногрут. Мы были вынуждены приостановить колонизацию Восточной Польши. Вы слышите, Кучера? Наведи вы, господин генерал-губернатор, полагали, что поляки не примут большевиков. Поляки ненавидят нас, но еще больше они ненавидят большевиков. Это ваши слова? Да, действительно, мои предположения не оправдались. Так действуйте вы, Кучера. Мы приняли все меры, чтобы установить точное место пребывания партизан-кавпака. Дальнейшее не составит труда. Идите сюда! Подождите, не бойтесь! Не стесняйтесь! Может, мы и перейдем? Бойте! 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 Прошу до нас! Прошу! Вальчимы только с швабами! Так, отменить на поненка. Тут у вас ромполяцы? Натурально, да! Все, прошу, паня! День добрый! День добрый! Как себя называть? Ян Супинский. Янек. Халло! Хочу до вас! Янек. Слушай, Янек, я хочу спросить, потому что немцы писали, что за большевиков борются с собираться. Хочу здесь! Тихо, стой! С собираться! Да ты страшливый! Заросненьте! Як недведи! Направда? А там сейчас зараз забирай-ка запытами. А тут и солнце? Витя! Подни сюда! Есть! А, да, який есть! Слушай, тут фашисты их пугали сибиряками. Говорили, что они страшные, как дикие медведи. Ну, а сни? Не стриженые! Ну, да! Витя, докажи, что ты не зарос! А, да, яко-яко, направда? Да, я разуме, меня все разумеет! Она все понимает! Все понимает! Витя, Степка! Может, бы тут этого оставили? О, хотя тебя оставили! Оставить, да! Что там за собираться? Прошу, пани, ему не волен! Он уже ма шесть! Шесть жон, Jezus Мария! Че то в Сибирже ес дозволоно? Супинский, переводи толком! Не создавай международных недоразумений! Есть! А то о нас в черте что пишут! То у нас жены общие, а теперь напишут, что мужья общие! Он маше еще родительский! Да, детише! Еще родительский! Не, детише! Прежде же он так и молодый! А я уж мысляла, что вы мачете так и право! А, видишь, говорят, что такой молодой уже шесть! Почему? Фотографию покажи! Фотографию покажи! Покажи, покажи, каковырискую силу! Регументируй! Хоть чем будь! А, для чего пошел лично-то в войну? Спрашивают, почему ты пошел на войну? А если убьют? А, яке дети! Ладно, дети, ладно! Говорят, красивые дети! Ладно, дети, и жена-пинька! И жена красивая! Ладно, дети, а девченка за тебе подобна? А вот девочка на тебя похожа! И не только дети! Так и очень маяк-пинька! Особенно глазами! А она есть такая тихая, как татушь! Спрашивает девочка, такая же тихая, как ты? Это он здесь такой тихий! А когда надо, он горячий! Что проявляется в бою, да и не только в бою! Вы только пришли до Польши, а все поляки уже знают, что одна советская партизанка побила столько фашистов, сколько надо для целой дивизии. Чеслов, член воеводского комитета Польской партии Работничей. Рад видеть вас. Поручник Блэсковица, батальоны Хлопски, по-вашему Кристианский. Рад видеть вас. Садитесь. То вы и есть ковпа такой молодой? Скажу только вам по секрету. Ковпака среди нас нет. Он в Киеве. Но мы все немножко ковпаки. Его дети и внуки. Большая семья. Здесь вы столкнетесь главным образом с армией Краевой. Армия Людова и наши батальоны Хлопски пока еще не очень сильны. Так. А где ваша база? Армия Людова или батальонов Хлопских? То тута и за Люблином. В Порчевских лесах. Далековато. Да, далековато. То правда. Но если вам будет трудно, идите туда. Там вам помогут. Гитлер Немец пишет, что тута и Европа будет крепко биться, чтобы не пустить большевиков до Европы. Ну, то пока немец пишет, а большевики уже здесь. Да так, прошепану офицера, то есть правда. О, русский Георгий. Тот генерала Брусилова. Они где-то в этих лесах. Но без точных сведений эта игра в прятки, а не война. Готовьтесь, Мозор. Вам, Фельдман, тоже пора действовать. Сейчас к этому ковпаку будет прибиваться множество людей. Выпускайте в лес агентов. Главная задача сообщить о точном местонахождении передвижения большевиков и навести на них наши карательные силы. Через три дня я смогу отправить несколько подготовленных людей. Раньше. даю вам день. Боюсь, и вы, Фельдман, не понимаете, что произошло. В Польшу пришел не просто мощный партизанский отряд. В Польше большевики. И они чувствуют себя здесь, как дома. Это значит, что снежный ком начинает расти и превращаться в лавину. Рудки здесь? Да. Проводите меня. Пожалуйста. Значит так. Кто я? Я, Григорий Минович Чупак, родился в Виннице в рабочей семье. Отец умер. Я беспризорничал. Нет, неубедительно. Я прибился к цирку Шапито. Там познакомился с жонглером Бенетти, он же Хриненко. Земля ему пух. Обучил меня своему ремеслу. Потом началась война. Меня угнали на работы. В проклятую Германию. Бежал. Ненавижу фашистов. А вот теперь хорошо. Позвать снайпера. Познакомьтесь. Снайпер. Фокусник. Запомните, вы не знаете друг друга и встретились только в партизанском отряде. Фокусник. Фокусник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вам повезло, Рудке. Такой спектакль можно было увидеть только в Древнем Риме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то им очень легко удалось сбежать, тебе не кажется, Франек? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чему нас учит дед? Не успели тебя засечь? Двигай дальше, глубже. Чем дальше уйдешь в лес, тем лучше. Отдохнули немного, познакомились с Польшей и дальше. Ты что хихикаешь, Микола? Да нет. Тактика у деда, конечно, правильная, вопросов нет. А здесь, по-моему, случай особый. Ну вот пришли мы в Польшу. Посмотрели, что к чему. А поляки-то на нас еще толком не посмотрели? И что же здесь получается? Польский народ про нас, от фашистов, а еще раньше от буржуазной пропаганды одни только басни слышал. Ну что, и жены у нас общие, лютые мы, с волчьими зубами. И вот пришли мы, настоящие русские, советские. Так пусть же они на нас посмотрят. Мы что, артисты? Театр привезли, что ли? Имейте в виду, поляки народ дружный, ненависть к фашисту их сплотила. А информация у них работает, как телеграмм. Что правда, то правда. Беспроволочная связь у них на высоте. О! И куда бы мы ни пришли, про нас уже везде все будут знать. Ну и ну. Хорошая весть для контрразведки. Нет, если будут знать хорошее, то хорошо. И поддержат в трудную минуту, и помогут. Так? Вот ты, Бакрадзе, что-то ты там про театр говорил. Так правильно. Но есть же у нас этот ансамбль веселых чудаков. Так давайте предъявим. Хорошо, Микола. Разворачивай дружбу с польским народом. Показывай концерт наших чудаков. А чтоб фашистам спутать карты, вышлем наши диверсионные и разведгруппы на железные дороги. ешь, парень, ешь. Вашего брата к нам приходит каждый день немало. Свои. Три года. Доводца 9-го пулку армии краевой, капитан Варцово, заместитель командира 9-го полка. Это адъютант. Офицер в яду 9-го пулку армии краевой, поручник САС. Разведка. Командир отдельной роты, поручник Подкова. Ты смотри, как на бал. Не скажешь, что в лесу ховаются. А ты что здесь делаешь? Хочешь, чтобы сгорело? Марш на кухню. Давай, Фитюк, неси коньяк, шоколад, шампанское. Какой коньяк, какое шампанское? Есть, есть у тебя. Я контрразведка, не забудь. То инзе контрразведка. Давай, давай, гости какие, неудобно. Неудобно. А что дед в таких случаях говорил, неудобно на задницу фуражку надевать. Отставим, деда, не скупись. Дожили. Шоколад подаем господам-офицерам. Подавай. Своих передавили в революцию. Подавай шампанское сюда. Штуло. Все, давай. Прошу, господа, продолжим знакомство за столом. Прошу, панове. Прошу к столу. Прошу, садитесь. Кстати, есть повод. Под Корсунь-Шиченковским советской армией завершен разгром 11 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Пожалуйста, садитесь, господа. О-о-о! Какое-то. Знайка. Не совсем. Насколько мне известно, вы занимаетесь контрразведкой, аэроразведкой. И это вы уже знаете. Полагаю, вам тоже кое-что обо мне уже известно. Служба така. Да. Они обещают быть нашими союзниками в борьбе с гитлеровцами. Помогут нам продовольствием и вообще всем, чем смогут. Господин майор, есть одно неплохое предложение. Пане майорже, есть една незлая пропозиция. Скажем, для начала, разгромим фашистский гарнизон в Замостье. В Замостье снищить немцев. Мамы, за мало брони. Оружием поделимся. Слушайте, на линии Варшава-Львов есть таки большой мост под Красный Ставом. Кроме того, хороший мост под Красный Ставом можно взорвать. У них нет сверчатки. Всем поделимся. Важный фактор в нашей тактице, то террор. В их тактике большое место занимает террор. Мы вальчим. В дню дзюсейшем в Варшаве в ронг жоунежи армии краевой сгинул кат поляков. Довудца войск СС. Сегодня в Варшаве армией краевой казнен обер-группенфюрер Кучера. Неплохо. Это мне нравится, майор. А вы хорошо. Свободно говорите по-руцку. Мы с поручником Подковым были бы рады продолжить разговор. У нас не все так думают, как в Ландыне. Террор это красиво. Но этим не победишь. Где бы мы могли встретиться снова? На развивке дороги Люблин-Белгора есть заведение Вацлава Борца. Скажите пану Вацлаву, запомним шишлощ, тем шиближим шишлощ. Что в переводе значит, чем быстрее забудем прошлое, тем скорее приблизим будущее. Запомните? Запомни. Запомни холера по-польску означает забуду. В родственных языках имеется обманчивое сходство. Это только в языках. Господин генерал, теперь я могу сообщить точное местонахождение их штаба. В селе Боровец. Остальные подразделения Ковпака в замке, Осухе, Рудеру Жанецкой. Хорошо. Теперь начнем операцию, разработанную обергруппенфюрером ударом по Боровцу. Передайте своим агентам, мне нужно будет точно знать, куда уйдут остатки партизан. Запиши, Франек. Запиши, Франек. Две пары сапог с подковами. И еще сапоги без подков. Открою, Франек. Кто там? Свои. Господин Лабе, у меня для вас то, что обещал. Кожаное пальто для полной женщины. Конечно, вас бы следовало повесить, пан Вацлав. Если повесите, ваши дети будут ходить голодными, а жена раздетой. Франек, не забудь приписать чугунную сковородку. Я не виноват, господин Лабе, что христиане в обмен на кожу и масло требуют ваши железки. Для чего? Если бы мы стали думать, куда идут наши товары, пришлось бы бросить торговлю. У нас много странных вещей. Кстати, вам не нужны презервативы, господин Лабе? Французские? Нет, я не изменяю своей жене. Я изменяю фюреру. Деньги, это фюрер. Вы хороший торговец, пан Вацлав. Заходите, господин Лабе. Франек. Забери это. Если бы все немцы были такими, войну выиграли бы торговцы. Недавно в Люблине произошло очень интересное событие. перебив охрану, из тюрьмы бежала большая группа заключенных. Когда это было? Прошлую пятницу. Подозрительный побег. Чем же он подозрителен? Неделю назад перед самым побегом в тюрьме побывал штандартенфюрер СС Фельдман. Он знает, кто Эстен Фельдман? Фельдман. Да. В Брянске и Орле он готовил у заголовников агентов и засылал их в партизанские отряды. А кто был в тюрьме? Контингент. Заключенные, ну кто? Военнопленные. Россияне, поляцы. Немцы. Исключительно загадочный побег. Фельдман. Как можно выйти на него? У-у-у, это для нас крупная птица. Чекай, чекай. У него есть подручный. Унтершарфюр СС Рудке. Что? Шестерка. Так, кажется, вас говорят. Да-да. Как всякая шестерка, которая не вышла в козырные, она имеет некоторые комплексы, недостатки, компенсацию, так сказать. Он любит карты, вино, женщин. Он любит выигрывать в карты. А он всегда выигрывает, когда играет с одним симпатичным поручником польской полиции. Кто он? Никола. Свой хлопак. А свой парень хорошо знает самых удивительных, доступных и красивых женщин Люблина. Так как... Однако в карты вы мастаксос. В польской армии не сделаешь карьеры, если будешь плохо играть в карты. А что это значит? Это значит, надо выпить, потому что можем уснуть. Он уже пришел. Ваше здоровье. Тадзю, дай мне еще папирос. Нужно выяснить об аэродроме Подлюбленной. Личный состав. Сколько самолетов. И еще. Как выйти на Фельдмана? Хорошо. Постараюсь. Заправляться полностью будем. Зальешь 400. Не видит, сколько мы бомб загрузили. Год работает на аэродроме и ничего не понимает. Куда им воевать с нами? Сдачи не надо. Спасибо, пан. Возьми эту записку и беги в Боровец. Только не по дороге. Там полно фрицев. Ясно? Так, ясно. Мама, пан Гордс приехал. Скорее. Для пана. Спасибо тебе, хлопча. Тенькуя, бардзо. Чем же тебя отблагодарить? Что хочешь? Цухтеш. Броне. Торжественный концерт, посвященный советско-польской дружбе, объявляю открытым. Первый номером нашей программы «Смертельный трюк» исполняет артист цирка Шапито, мсье Щупак. АПЛОДИСМЕНТЫ, «Смертельный трюк» «Смертельный трюк» Смертельный трюк. АПЛОДИСМЕНТЫ, «Смертельный трюк» Ты читал? Читал. Сочинение вашего землянка. Ну и что? Он же писал по памяти. Разве это возможно? Глава видел, глава слышал, глава знаю, глава полагаю. Война и мир. Он у тебя случайно не писатель? Скажи, а что он написал насчет Яновских лесов? Туда можно идти? Пишет, можно. Если пишет, можно, значит, можно. Да, пан Бортс прислал парнишку. Завтра на рассвете гитлеровская авиация будет бомбить Боровец. Так что, хочешь не хочешь, а надо выступать. А сейчас гвоздь программы. Грандиозный номер. Участвует артист многих не императорских театров. Товарищ Дубинин, то есть я. И уже хорошо известный вам артист из Винницы, мсье Щупак. Прошу. А вы за баллы вынули? Товарищи командиры, концерт не прерывать. Участники догонят нас на марше. Юров, это твоя забота. Есть. На рассвете соединение будет подвергнуто авиационному налету. Сюда подтягиваются крупные карательные силы. Будут и танки. Пока там идет концерт, вы готовитесь к маршу. Выступаем в Яновские леса. За ночь мы должны сделать 80 километров, чтобы прийти на место. Бойко. Я. Выделишь ГПЗ, пробьешь кольцо и форсируешь шоссе на Ярославль. Понял. Для того, чтобы им спутать карты, Дубинин с группой минеров пойдет под Красный Став и выведет из строя железнодорожный мост через Волицу. Их группу будут сопровождать польские товарищи во главе с поручиком Подковой. Роберт Крейн, вы поедете на станцию Сусец и тоже наведете там порядок. Есть. Кульбака. Я. Нанесешь удар по карателям. Надо дать понять фашистам, что нас в Бравце нет и спасти мирных жителей. Пожалуйста. Бакрадзе, выделишь группу под Замосье. Хорошо, Банте. Сердюк. Под Ярослав. Мы вам споем фронтовую, народную, русскую, украинскую и польскую тоже песню. Ее пока еще никто не знает, но эта песня про всех нас, про всех, кто воюет с фашизмом. Ид буха до Вислы, мы горя пизнали, ПОЮТ. 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 Об интернациональном долге? Вот мы разведданные добываем. Совершаем диверсии. А знаешь, какая самая главная цель нашего рейда? Союз с Польшей. Дружба с польским народом. Мы это должны творить. Историческая цель нашего рейда не ограничиваться военным временем. И творить мы это должны своими руками. Вот поэтому мы пойдем в луг Больши, чего бы это нам не стоило.